Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из «Деяний святых апостолов». Данная книга читается в период всего пасхального торжества, в период пения «Цветной триоде». И сегодня мы с вами обращаем свой взор на 12 главу книги «Деяний», стихи с 12 по 17. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. И те сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое, они же говорили, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, уведомьте осем Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в другое место». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами вновь и вновь обращаем свой взор на книгу «Деяний святых апостолов». Сегодня читаем с вами 12 главу, стихи с 12 по 17. Итак, апостол Петр был в темнице. И на самом деле дела его были весьма плохи, потому что началось серьезное гонение на христиан, более систематическое, более целенаправленное и имеющее четкую цель. Ведь поначалу те проблемы, которые были вызваны в иудейском обществе появлением в Иерусалимском храме апостолов Петра и Иоанна, они носили стихийный характер. Не было некой системности в тех обвинениях, которые были предъявлены Петру и Иоанну за исцеление того храмого от рождения человека, вернее, расслабленного, который не мог ходить. И тогда и ситуация, которая возникла, то есть толпа, которая увидела реальное чудо Божие, и та стойкость, уверенность апостолов, которую они показали на допросе, все это сыграло свою роль. Но сейчас мы видим, что гонения приняли такой системный государственный характер, ибо царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих в церкви. И он убил Иакова, брата Иоаннова, мечом, и взял Петра. И вот, как мы знаем, апостол Петра освобождает Господь, посылая ему ангела, и тот выводит апостола Петра. И после того, как он вышел из темницы, когда он понял, что это не видение, ибо апостол Петра уже был опыт видений, он увидел, что он действительно на свободе, и нужно действовать, нужно двигаться. Господь не просто так сотворил это чудо, он хочет что-то от апостола Петра. И апостол Петр сначала пошел известить общину церковную, которая молилась за него. Вот как об этом сказано. И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собирались и молились. И так был некий дом, некое место, где собирались все. Это, на самом деле, зачаток храма. И храм сегодня — это место, где собирается церковь, где собираемся мы с вами, дорогие братья и сестры, ибо, как говорит народная пословица, «Не в бревнах Бог, а в ребрах». То есть мы с вами являемся церковью Христовой. Но нам для того, чтобы прославлять Бога, нужно особое, освященное благодатью место. Как видим, такое место нужно было и первым христианам, апостолам, которые собирались вместе в одном конкретном доме. То есть помещение для церкви, которое потом, когда церковь станет негонимой, они превращаются в более благоукрашенные дома, которые мы называем храмами, дома Божьи. Итак, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и собирались, и молились. И вот Петр приходит к этому дому, зная, что точно он встретится с большей частью общины, либо он встретится с теми, кто доведет до общины то, что апостол Петр теперь на свободе. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но вбежав, объявилась, что Петр стоит у ворот. Итак, апостол Петр приходит к дому, стучится в двери. Естественно, абсолютно рядовая ситуация описывается. И приходит некая служанка, которая прислужила, очевидно, в этом доме, тоже была христианка, и понимает, кто постучался. И эмоции захлестнули эту служанку, эту девицу, и она, не веря себе, побежала возвестить о такой радости всей общине. И говорит, что вот Петр постучался и стоит у ворот. Те же в ответ говорят ей, в своем ли ты уме? То есть, естественно, они не могут в это поверить, потому что они знают, как стерегут апостола Петра. А мы знаем, что это было четверо-четверицы воинов, то есть 4 умножить на 4, 16 человек. Неустанно, непрестанно стерегли апостола Петра. И они спрашивают, в своем ли она уме? Может быть, почудилась ей, привиделась, или показалась, или она выдает желаемое за действительное. Но она стояла на своем, что нет, это Петр. Они же говорили, это ангел его. Действительно, как мы сейчас говорим, что у каждого человека есть ангел-хранитель, так вот и апостолы говорили, что, возможно, это его ангел. Между тем, Петр продолжал стучать. В итоге Петр был настойчив, естественно, потому что ситуация была не повседневная, не тривиальная. Нужно было действовать быстро, пока не спохватились. И в итоге они отворяют дверь и увидели его, и изумились, как говорит на Писании. Он же дав знак рукой, чтобы молчали. Кстати говоря, очень часто можно на иконах увидеть некое движение рукой, некий призыв к тишине со стороны святителей, со стороны апостолов, и чаще со стороны Господа нашего Иисуса Христа, изображаемого на иконах. Это как раз-таки знак, различные знаки, поднятые, сложение, как будто бы благословение, рука. Но на самом деле зачастую этот знак означает «слушать», то есть по-славянски вонмием, как говорит дьякон за богослужением. На иконах изображается Господь с открытым Евангелем, с открытым Словом Божиим. И вот этот знак поднятой руки говорит о том, как раз-таки «слушайте внимательно мое слово». И здесь тоже апостол Петр поднимает свою руку, чтобы все замолчали. Это призыв к вниманию и тишине. И он рассказывает все, что происходит с ними. Что Господь вывел его из семницы и сказал «уведайте осем Якова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. Имеется в виду Яков брат Господень, ибо Яков брат Иоанна Зеведеева был убит царем Иродом. И вот после этого, после всех этих сообщений, после всех этих слов, апостол Петр уходит в другое место. Мы видим перед собой чудо Божие, мы видим о том, ту ситуацию, которая складывается, ситуация гонений, но которая, как мы увидим далее, позволяет сложить такую атмосферу, такую ситуацию вокруг, что слово Божие будет распространяться за пределы Палестины, чего и хочет Господь. Он открывает двери темницы, чтобы апостол Петр продолжил свое дело проповеди. И когда нужно будет пострадать во имя Бога, за имя Христово, он пострадает. Но сейчас не время. У Бога свой план, свое домостроительство, развитие Церкви Христовой. Поэтому никогда не унывайте. Бог всегда рядом. Бог всегда заботится об этом мире. Будьте Ему верны. Молитесь и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взялся великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok